всем здравствуйте приветствую вас снова в рубрику беседка болталка все-таки болталка знаете как-то комфортнее удобнее произносить но болталка сказали что это как-то не очень красиво поэтому когда-то давно вместе с слушателем решили переименовать болталку беседку но все равно как-то не совсем комфортно да не так легко ложится на язык но не суть как называется рубрика да важно что мы будем делать некоторое время назад когда я просила разделе сообщества предложить свои как они называются идеи к раскладам было несколько таких идей даже которые были не к раскладу подходили как таковому а скорее всего больше именно к объяснению дайк ну проще было мне это объяснить рассказать вот и поэтому было несколько мыслей о том что вот провести такой беседку вот и ответить на некоторые вопросы поэтому сегодня я хочу ответить на один вопрос на один на одну идею которая была предложена до чтобы не было слишком много вот коротко лучше я буду часто делать да но короткие такие ролики если у вас есть какие-то свои идеи да где вам интересно было бы услышать мое субъективное мнение на о чем-то да то пишите вот в комментариях к этому ролику я прочитаю если что-то смогу ответить я посчитаю нужным и тогда я запишу новую беседку сегодняшнюю тему предложила ирина великожен и если я извиняюсь ирина если неправильно фамилию произношу я всегда извиняюсь заранее потому что ну я не знаю как куда ставить ударение вот в этом в этом плане в греческом языке вообще все круто почему потому что каждое слово пишется с ударением да и ну чтобы не не ошибиться вот поэтому вдруг на всякий случай она пишет добрый день елене мне интересно как обнаружить в кавычках и проработать свои бессознательные сценарии мешающие мне раскрыться и реализовать свой потенциал какие бессознательные либо подсознательные сценарии притягивают мою жизнь негатив как проработать свои бессознательные сценарии притягивающие в жизнь негатив на то есть если обобщить да я полностью зачитываю так как было написано вот здесь заключается в чем первое как найти эти сценарии на не второе как их проработать причем не просто сценарии любые а именно здесь обозначена как негативные сценарии именно бессознательные подсознательные это не совсем корректное слово это сейчас не к вам ирина вообще почему потому что подсознание но то есть не может быть сознание и что-то под ним ну то есть не совсем корректно вот бессознательные то есть нас есть сознательное то что мы осознаем да то что с понимаем у нас есть бессознательно то что мы не осознаем так вот в таком контексте да то есть как понять что то что мы не совсем понимаем да не совсем видим не совсем замечаем и если все-таки разделять сценарий на позитивные негативные опять-таки плюс и минус это все такое зависит от того кто смотрит то позитивные мы всегда оставляем как-то вот в отдельную стороночку почему потому что они нам приятные мы с ними как будто бы не работаем а вот с негативными те которые приносят там какую-то больно приносит какую-то сложность мы стараемся их избегать чисто логически это понятно да никому не нравится плакать переживать как-то негативные вот эти вот эмоции но с другой стороны через эти трудности и сложности мы обучаемся да да если спросить любого человека что сформировала тебя вот как личность как характер многие скажи да какие-то трудности ну то есть они не будут опираться на что-то позитивное и редко кто скажет что любовь моих родителей сформировала меня да я вот стал таким человеком нет как правило в люди начинают говорить а не было там денег нечего было есть и вот я как-то начал шевелиться что-то делать да либо там надо было ребенка кормить и вот пришлось встать пойти найти работу что то есть мы понимаем что через трудности и сложности мы какие-то да мы формируем преодолеваем их и тем слабым это формирует наш характер с другой стороны это не совсем ну приятные комфортные уроки как я уже говорила но они тоже имеет место быть иначе знаете не будет какой-то эволюции до развития ситуации не будет ну представьте когда всех все устраивает до некая такая утопия если в этой утопии развития наверняка нет но все же вопрос заключался в том чтобы как понять эти сценарии вот и здесь как раз кище пояснение мешающим не раскрыться и реализовать свой потенциал да то есть человек хочет что-то сделать я так понимаю но есть что-то что его останавливает то что является ему преграды как правило это страхи с одной стороны страхи это зажимы это какие-то наши внутренние наше внутреннее сопротивление что есть страх страх это внутреннее сопротивление некой такой реальности до некой ситуации с которой мы столкнулись вот и включается корочки наши инстинкты самосохранения и как правило проще всего нам убежать то есть как-то скрыться но уйти от некой такой опасности до чтобы выжить что является как наш ум понимает что есть опасность это уже вот отдельный вопрос на почему потому что опасность она не всегда физическая угроза да а вот например как вариант опасность выступать на публику да когда вот меня слушает больше 50 50 человек да я выступаю вживую вот это вот приносит опасность допустим моему психическому состоянию моему моей гармонии моему равновесию вот я начинаю переживаться это же переживать и это тоже для меня является своего рода опасность здесь угроза идет что вдруг кто-то что-то выскажется вдруг меня не примут вдруг не признают а то здесь вот такие вот страхи это один момент но если мы говорим о сценариях на что я понимаю под словом сценарий я поясню если что-то вы имели ввиду иначе жду ваш комментарий уточняющий для меня сценарий это некая такая система ценности и убеждений которые есть у каждого из нас это некий такой инструмент опора фундамент который формирует нашу жизнь и вот эти ценности и убеждения некоторые из них они могут нам препятствовать поясню что я имею ввиду например есть у людей разные но убеждения очень часто если мы берем например тему межличностных отношений может быть такое убеждение что я никак и никогда не встречу человека который бы меня понимал либо такого человека которого я хочу то есть я не могу его встретить казалось бы это просто мысль но когда эта мысль окрашена очень эмоционально и мы начинаем в нее верить то по сути мы концентрируем свое сознание до свои мысли на свою энергию да то есть мы сфокусированы на этом и наш мозг начинает формировать такую реальность которой мы получим подтверждение этой нашей мысли не все наши мысли реализуются до создаются в реальность а именно те в которые мы верим и это вера она может быть знаете это какой-то вот может быть родительский какой-то момент был да когда мы были маленькими детьми нам например мы видели ситуацию в доме да где был негатив например родители очень часто ругались не вот и после допустим конфликта может быть мама до говорила может быть там старший брат сестра не знаю кто говорили вот видишь то есть ну смотря не постоянно ругается у человека формируется у ребенка такое понимание что отношения что в семье счастья не может быть да только конфликты то есть это подкреплено было какими-то эмоциями да то есть какое-то было то есть это не просто какая-то эмоция я подумал да и она случилась нет это что-то было единожды подкреплено неким таким опытом я об этом как-то вот подумал где-то эта мысль за и корилась как раз таки она за и корилась в нашем без сознательным потому что если бы она была осознанная да мы смогли что-то с ней сделать и потом когда вот такая вот программа сценарий как программа это мысль мысль вот она в дальнейшем поскольку мы в нее верим по выражение на поверье вашей воздастся наш мозг он начинает просто воспроизводить воссоздавать аналогичную ситуацию и вторично когда уже случается что-то такое то во что мы верим например что нету счастливых например пар семейных то куда бы мы не посмотрим везде там трудности тут сложности тут конфликты возникает вопрос а зачем мне вообще нужны отношения если они счастья не приносит на то есть из первые фразы связаны в том что в семей нету счастья появляется вторая фраза о том что а зачем мне отношения да если они не приносят мне счастье и а поскольку я это вижу повторяющие все вокруг меня люди на то есть на основе этой мысли наш мозг воссоздает нам такую картинку того что мы верим поэтому куда бы мы не посмотрели мы всегда будем видеть только это потому что мы делаем акцент на этом это для нас важно это то что я говорю триггеры это те якоря эти слова может быть да вот эти вот убеждения в которой один раз может это случиться случайно и мы в этом можем поверить а потом у нас мы уже в это верим почему потому что у нас есть опыт такой вот у родителей был такой опыт вот в окружающих такой опыт и мы уже безукоризненно начинаем верить в это но это все иллюзия почему убеждение иллюзия потому что не факт что если что-то случилось 23 10 раз что так оно и будет на 11 на 100 может быть это и не так то есть каждая ситуация на индивидуальном но мы не подходим каждой ситуации индивидуально а мы подходим на автомате ну то есть один раз случилось все второй раз мы уже эту ситуацию аналогичную пересматривать не будем мы уже на автомате то есть не включаем осознанность да у нас происходят автоматические какие-то моего механизма и мы действуем уже то есть нам наш мозг выдает интерпретацию готовы помнишь вот этот опыт да и мы вспоминаем да действительно был у меня такой опыт и он дает это как готовое решение и мы этим решением пользуемся то есть мы даже не пересматриваем что вдруг да то есть мы не впускаем туда какие-то сомнения что вдруг это не так да а вдруг есть какие другие факторы вот так вот вот эти вот сценарии почему они мешают то есть я в принципе сказала что это просто убеждение как их высвечивать ну здесь работа может быть по-разному как я свои сценарии понимаю моей жизни сначала происходит какая-то ситуация которая меня не удовлетворяет эта ситуация может быть например я открыто про это говорю что я не люблю критику я очень сильно реагирую на какое-то субъективное мнение да я включаюсь в этот процесс и я понимаю что эта ситуация она не не приносит мне желанных результатов почему потому что каждый раз когда я реагирую на какой-то вот негативное мнение другого субъективное мнение другого человека следствием этой реакции является то что у меня опускается руки и я ничего не хочу делать и исходя из этого как раз таки да я не могу реализовать полностью свой потенциал почему потому что но мне страшно что-то сделать новое что если уже то что я уже знаю она так иногда воспринимается с критикой то что будет тогда если будет что-то новое да тогда я не могу идти в новое не могу реализовываться таким образом я не реализовываю свой потенциал первично что было что я делаю то есть я нашла этот сценарий да я поняла на что я негативно реагирую а дальше я начинаю разбираться в этой ситуации то есть я начинаю отслеживать что именно какой момент что меня зацепила то есть не просто критика меня зацепила что-то что есть во мне самой на то что мне может быть я это не замечаю до белое какое-то пятно но реакция она мне показывает что если я на что-то среагировала значит это что-то важное для меня мы не реагируем на что-то что не важно нам то есть вы можете идти по улице и у нас будет столько много раздражителей которые мы принимаем через слух звуки запахи все что угодно мы это проходим мимо мы не включены в этом не обращаем внимание но что-то иногда цепляет наше внимание что именно этому то может быть то что нам важно либо это какая-то вот может быть неожиданный громкий звук до хлопок и вот мы испугались то есть такая какая-то вот неожиданная реакция а может быть я не знаю мы идем по улице ни на что не обращаем внимание и вдруг неожиданный такой шум поворачиваемся виде мама ругает ребенка почему мы это заметили мы заметили это потому что это есть в нас этот механизм этот этот опыт это какой-то сценарий причем мы не будем обращать внимание допустим если вы увидите что там кто-то кого-то я не знаю украл например кошелек есть люди которые ну спокойно к этому относится кто-то очень начинает эмоционально реагировать на это и говорит вот неправильно воровать начинает там кричать осуждать у этого человека есть свой какой-то опыта есть какая-то проблема которую сам он на нее не обращает внимание а я сказал что это уже наше убеждение у нас очень много у всех убеждений это то он о чем бы а базируется что я говорила ранее наше восприятие мира да то это это те очки через призму которых мы смотрим на мир и вот я начинаю разбирать что окей первично я принимаю эту ситуацию что-то я реагирую до меня это цепляет то есть до тех пор пока вы не примете что до меня это цепляет я на это как-то реагирую да вы с этим справиться не можете поэтому первый этап я принимаю что да я не люблю критику да я очень эмоционально на это реагируем и и дальше я начинаю разбирать ситуацию что именно меня зацепило допустим в этом комментарии какое-то слово я начинаю раскручивать этот клубок и начинаю размышлять то есть как вообще ситуация была почему меня зацепило я отслеживаю что первично была какая-то эмоция сначала было ощущение потом была эмоция потом была какая-то мысль и вот после того как появляется эмоции появляется мысли эти мысли они начинают меня цеплять я начинаю освеживать окей сейчас я думаю об этом сейчас я думаю то есть после как у того как происходит какая-то негативная эмоция всплыла да допустим на комментарии у меня начинает появляться мысли какие мысли это могут быть это могут быть мысли что да я чувствую себя бессильным я не могу ответить этому человеку либо дальше могут быть мысли да я не умею отвечать на том языке человеку который меня оскорбил почему потому что я хочу быть ну то есть я не хочу опускаться до такого уровня то есть либо я хочу быть хорошей для всех то есть если вы будете отслеживать вот эти вот мысли это есть убеждение я хочу быть хорошей для всех я хочу нравиться всем и вот это вот мысль она нам показывает в чем проблема на чем проблема я хочу нравиться всем людям я хочу быть хорошим человеком для всех почему для меня это важно дальше я начинаю задавать вопросы разбираться почему для меня этого почему для меня важно быть хорошим человеком почему мне важно это показывать доказывать потому что в реальности ну ты не можешь быть хорошим человеком и дальше вот эти вот вопросы да этот сам анализ он помогает высвечивать эти сценарии что ты дальше делаешь дальше если ты начинаешь понимать это да то есть ты доходишь до причины до корня что окей для чего тебе быть хорошим человеком тут видишь в этом что скрывается намного глубже сценарий того что ты хочешь чтобы ты хотел либо хотела быть принятой своими родителями здесь детские сценарии начинают всплывать да то есть начинаешь вспоминать свое прошлое до принимали не принимали обращали внимание не обращали внимание игнорировали как что то есть ты понимаешь что это оттуда и тогда приходит намного глубже информация о том что окей с как интересно получается я то вырос как человек до биологические а программка то моя детская осталась на то есть примите меня родители взрослости не наступило и когда вот это вот понимание приходит да тогда следующим этапом ты понимаешь что окей дальше ну мне надо как-то по-другому действует а то есть ты начинаешь пересматривать свое детское вот это вот поведение тогда почему ты хотела признание а действительно ли так было что тебя родители не признавали либо тогда ты смотрела на мир детскими глазками не все понимала а попробую посмотреть взрослыми действительно ли тебя игнорировали или мама например работала там по 12 по 18 часов приходила уставший конечно не могла тебе обратить столько внимания потому что физически не могла на то есть ты уже смотришь с другой позиции смотришь эту ситуацию со всех сторон когда ты ее рассмотришь ты понимаешь что возможно мое мнение было ошибочно вот здесь вот мы видим тогда что вот это вот убеждение на что я хочу чтобы на меня обращали внимание чтобы меня признавали мы понимаем что это аж но она ошибочная почему она ошибочная да потому что тебя признавали просто родители но не могли физически тебе дать то что ты тогда как ребенок эгоцентричный зацикленные на себе этого хотела когда вот это все пересматривается самым последним этапом ты принимаешь решение поступать иначе что это значит следующий раз когда приходит негативный комментарий ты уже не смотришь через призму своего убеждения что дай мне признание а ты меня не признаешь от высказываешь свою точку зрения значит я это воспринимаю как критику на ты смотришь уже по другим углом того что тебе уже не нужно признание тебе не надо признание этого человека ты можешь быть для него плохим если он тебя таковым считает главное чтобы ты себя таким не считал то есть разделять мнение того человека и свое собственное мнение о себе и тогда ты исходя из этого нового понимания ты пробуешь поступать по-другому и надо будет много много раз попробовать пока ты не найдешь новое подтверждение то есть у тебя должно сформироваться новое убеждение вместо того старого и она должна подкрепляться какими-то примерами да то есть не просто чита а твоим собственным опытом и только через много 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 повторов она укрепиться также как было то которое было укреплено там есть на 20-30 лет и вот ошибка людей заключается в том что мы хотим новое убеждение получить сразу чтобы она сразу сработала она не так не получится потому что старое убеждение оно было подкреплено многими многими годами мы верили в это очень многие года и вдруг неожиданно поставить что-то новое мозг будет сопротивляться он будет говорить нет вернись к своей старой модели это точно так же как зависимостями сложно уйти от зависимости и здесь поэтому нужно набраться терпения и каждый раз пробовать 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 в конечном итоге мы приходим к тому что мы меняем этот сценарий но внимание не ждите волшебной таблетки за раз это не получится я долгое время стараюсь по-разному реагировать видеть свои какие-то сценарии что здесь я хочу признание здесь я хочу внимание у меня также есть сценарий что вот это вот критика который я не воспринимаю она является моим мотиватором то есть это вот вам показатель того что негативный восприятие этот негативный сценарий да как я негативно реагирую на критику является для меня мотиватором на самом деле почему потому что до первично у меня могут опуститься руки я не хочу это делать но потом когда я начинаю работать над собой конечном итоге именно этот негативный комментарий послужит причиной того что я что-то сделаю то есть я сама себе докажу что нет и по факту получается что вот весь негатив он становится для меня мотиватором чтобы вытащить меня из моей зоны комфорта и дальше куда-то двигаться то есть я вам показала негативную и позитивный аспект нашего без сознательного сценария лично я так работаю если у вас не получается работать самостоятельно для этого есть психологи которые вам помогут действительно для этого есть личные какие-то консультации на где вы скрываете свои с помощью мастера свои эти сценарии и он дает вам возможно рекомендации как с этим справиться вы пробуете понимаете что нет то что мне порекомендовали это не работает ну давай я попробую что-то другое то здесь ключевое понимаете не в том чтобы получить готовое решение потому что каждый человек он индивидуальный то что работает у меня не будет работать у вас и в этом то и все апреле жизни что каждый должен найти свой способ тот который уникальный подходит именно к вам поэтому любые тренинги и комментарии где люди говорят о том что вот использую этот шаблон и у тебя получится а он у многих не работает почему потому что не берется в учет индивидуальность каждого человека так устроен мир мы сами должны пройти каждый свой способ свой путь найти найти свои собственные ответы не чужие это не шпаргалка жизнь не переписать ее не списать ни у кого да у нас у нас свой мы свои диктанты пишем да мы пишем свои собственные сочинения поэтому и это здорово потому что копии миру не нужны копия нужны всегда подлинники поэтому здорово если вы ошибаетесь в чем-то здорово если где-то как-то вот ну неправильно на ваш взгляд реагируете вы уникальность вы вы подлинник вы не копия поэтому не старайтесь быть на кого-то похожим либо как-то перенимать чужие знания да вы можете знаете услышать информацию взять от нее то что из этой информации то что вам нужно а что вам нужно это вы только поймете на я не могу вам сказать что возьмите сделайте так у вас получится нет и многие пробовали не получается почему потому что я так устроена я люблю все анализировать размышлять понимать осознавать я это вижу меня этот навык выработан очень многими годами это не один год и это способность которой я пользуюсь у вас может быть своя способность вычислять эти бессознательные сценарии но однозначно вы это сможете сделать только через собственное наблюдение как-то вот по-другому ну я не знаю можете прийти какой-нибудь специалисту и из вашей речи на то как вы будете говорить он сможет понять но опять таки то что он будет говорить это будет субъективно вы можете это принять можете не принять лучше все-таки наблюдать за собой наблюдать за своими реакциями и задаваться вопросами то есть учиться задавать себе вопросы почему почему я так реагирую там что у меня зацепило а что я думаю а почему я так думаю а когда я впервые так подумал а на что эта ситуация похожа то есть ну задавайте будьте почемучками задавать немного вопросов себе уделяйте себе время сесть просто подумать не бежать куда-то всё время спешки все время в каких-то заботах за другими людьми И ваша главная задача – это заботиться и любить себя. Это первично. Вы для этого родились. Вы не родились для того, чтобы размножаться, оставлять потомство. Ничего страшного, если в вашей жизни не будет детей, не будет партнёра. В этом нет ничего страшного. То есть не все должны иметь семьи. У каждого человека свои задачи. Возможно, у вас какие-то другие предрасположенности. В этом воплощении вам не нужно иметь семью. То есть вот эти стереотипы, что старая дева 30 лет не замужем. Либо в 50 лет она родила первого ребёнка. Либо не вышла вообще замуж. Старая дева, а с ней что-то не так, если она не замужем. Либо с ней что-то не так, если она вышла 5-10-20 раз замуж. Это всё стереотипы. Это и есть убеждения. Это и есть программы нашего социала, через которые мы смотрим на мир. А вам нужно найти свои программы. Создавать свои программы. Как делать, я рассказала. Если есть уши, есть способность услышать, вы услышите. Если нет, значит просто не готовы. Либо вам нужно найти свой какой-то способ. Я всегда за индивидуальность. Ищите свой способ. Слушайте разных коллег. Слушайте разных мастеров. Что-то вам откликнется. Что-то вы попробуете и скажете, да, это работает. Но не зацикливайтесь только на прослушивании. Попробуйте. Хотя бы раз попробуйте, чтобы иметь своё мнение. Все говорят, да, наркотики это плохо. Я не призываю их принимать. Но один раз, как говорится, выпьешь, напьёшься, сразу станет понятно, насколько на следующий день пить это плохо. У тебя сразу отпадает желание. Ещё раз скажу. Я не призываю, не говорю. Я против. Ну, против. То есть одно дело быть против, а другое дело не принимать ни наркотики. Я вообще ничего не пью. Вообще даже пиво. Вообще ничего не пью. А мне это не нравится. Я не курю. Мне это тоже не нравится. На меня как-то вот повлиять, переубедить меня в этом, ну, очень-очень сложно. А была ли я такой всегда? Нет. В моей жизни было всё. Но всё. В каком смысле? Конечно же, из наркотиков я, конечно, не кололась. Но вот попробовать всё, да, попробовать. Понять, что это глупо? Да. Да. Но, опять-таки, как ты понимаешь, через свой собственный опыт. То есть сколько бы вам не говорили, что, я не знаю, не ходите ночью в одиночку по каким-то вот там переулкам, узким, всё такое. Вы это не поймёте. Один раз пойдёте, там, кошка где-нибудь пробежит, вот, ночью и напугает вас. Вам на всю жизнь хватит, что нет-нет, я лучше буду ходить по светлой дороге. Желательно ночью в дом, по улицам не шататься, да, без надобности. Желательно в сопровождении. Ну, то есть это примеры, да. Но вы понимаете, о чём я говорю. Один раз попробуйте. Потому что знания к нам не приходят через чтение, через просто кого-то послушать, понять. То есть понять и осознать – это разные вещи. У нас у всех есть знания, но знания, которые мы не применяем на практике, они неэффективны. Они просто загружают наше ментальное тело, и мы начинаем болеть. То есть много-много знаний, как консерва, да, искусственная, а потом начинает гнить. Вот. То есть толку от этого нет. А свежая, вот, проточенная энергия – это когда мы что-то изучили, попробовали. Пригодилось, окей, не пригодилось – забудьте. Забудьте. Умейте, ну, вот, как это удалять, да, утилизировать в своей жизни ненужную вам информацию. На этом всё. С вами прощаюсь. Жду ваших комментариев. Вы можете писать негативные. То есть то, что я здесь сказала, да, я учусь. Если не будет негативных комментариев, я не смогу научиться. Конечно, я буду реагировать, да, мне тоже это будет не нравиться, но в какой-то момент, знаете, этот иммунитет выработается, и я как-то вот буду уже более спокойно к этому относиться. Поэтому пишите любые комментарии. Вот. Главное, чтобы это было с уважением. Ну, то есть без оскорблений. Ну, хотя у меня на канале нету людей, которые там как-то вот выражаются нецензурно, да, либо там с угрозами, либо ещё что-то. Ну, там мат угрозы. Я про это. Всё остальное мнение можете высказывать. Подчёркивайте это своими аргументами, почему вы так считаете, да, чтобы у нас был конструктивный диалог, что не просто так я с вами не согласна, я не согласна, потому что в моей жизни было так, либо потому что я верю вот в это, вот это, да, либо потому что я вот это, вот это изучала. Ну, то есть чем-то подкрепляйте, чтобы не было голословным. Тогда это интересный диалог. А если просто высказать какое-то своё мнение, я не согласна, ну, окей, не согласна, то есть толку от этого не будет ни вам, ни мне. То есть если вы хотите, чтобы была какая-то польза, да, желательно всегда, ну, человеку давать обратную связь, та, которая ему поможет. Обратная связь – это не значит, вот, иди, посмотри вот этот вебинар, либо ещё что-то. Нет, обратная связь – вот, я посмотрела вот этот вебинар у этого мастера, и я поняла вот это, я сделала вот это и получила вот такой результат. Вот это будет очень конструктивно для меня, я смогу понять, а, у человека есть вот такой результат, он это получил, он, значит, может быть, и мне это попробовать. А когда просто говорят, посмотрите вот этот вот фильм, там, либо ещё что-то, Я этого делать не буду. Почему? Потому что, ну окей, это просто мнение. Оно не подкреплено ничем. Поэтому польза от этого. Это будет дополнительная информация, а мне дополнительной информации не нужно. То есть у меня стоят свои фильтры на лишнюю информацию, которую я не буду применять. Но если вы скажете, что вы попробовали, вы посмотрели, вы услышали, вы это применили и получили такой-то результат, не просто применили, а получили вот такой-то результат, то мне станет интересно. Понимаете, вы заинтересуете другого человека. И это не будет причинением добра. Другие варианты это причинение добра. То есть я не прошу, а кто-то дает. Я не про сейчас, я в общем говорю. А когда ты это подкрепляешь какими-то своими аргументами, то это действительно будет полезно, и у человека будет выбор, прийти или не прийти, посмотреть, либо не посмотреть. Ну это моя точка зрения. Еще раз скажу, я не навязываю. У вас может быть своя точка зрения. Я готова ее принять, если, допустим, я услышу какие-то действительно такие, как это, а это будет чем-то подкреплено. Просто, наверное, я уже в таком возрасте нахожусь, когда мне нужно доказательства. То есть нет доказательств, я уже просто так вот поэкспериментировать, радиэкспериментировать. Нет, мне уже время мое, оно очень ценное. И я лучше займусь тем, что для меня важно, нежели вот просто проэкспериментировать, потому что кто-то что-то там порекомендовал. Вот. Но это моя позиция. Прощаюсь с вами до следующей беседки. У нас еще 2-3 вопросы, которые мне нужно будет ответить. Я постараюсь в ближайшее время записать ролик. Всем пока-пока.